Телеканал КРТ представляет Массе моих коллег возможность пропиариться на том, что их прогнозы сбылись, потому что очень многие еще осенью говорили о том, что он уйдет из парламента, не удержится там просто в силу его психологических особенностей. Ну, некомфортно ему там. Но на самом деле причины данного шага, по моей информации, были несколько глубже. Дело в том, что еще с середины зимы во фракции, которую тогда возглавлял Вакарчук, назревали такие, ну, не слишком лояльные к нему настроения. Я бы так это назвал. С чем это повязано? То есть его подозревали в таком дрейфе, плавном в сторону галецкого автономизма. Ну, нельзя это назвать сепаратизмом. Ну, вот, то есть он как бы призывал партию становиться узкорегиональной. Вот, партии сугубо для галичины. Ну, на самом деле спонсоры политического проекта «Голос», среди которых и Пинчук, и, собственно, западные всевозможные государства, и демпартия США, они не были от этого в восторге. В результате чего однопартийцы, высокопоставленные, такие как Святослав Юрчишин, Сергей Рахманин, фактически совершили внутрипартийный переворот против Вакарчука, отстранив его... Какие красивые украинские прозвища. Юрчишин, Рахманин. Да, да, да. А взагалі, мені просто цікаво, це ж, ну, узке поле галичины, це, в принципе, я так розумію, у нас же є партия, яка орентована на ту частину, це партия свободы, не вже він розраховывал, чтобы... Нет, 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 партия свободы, она уже ушла в марганес. Все, о ней можете, по крайней мере, на ближайшее время забыть. Вот это вот политическое поле, националистическое, его занял Порошенко, очень плотно, со своей европейской солидарностью. А вот, говоря о Вакарчуке, ведь его же отстранили от власти в партии еще, ну, если мне не изменяет память, в конце зимы. То есть он сообщил о том, что он покидает пост руководителя партии, руководителя фракции и так далее. А вот сейчас он, видимо, не удовлетворился статусом простого народного депутата и решил сложить полномочия. Ну что ж, туда ему и дорога. Мне, честно говоря, даже не жаль тех избирателей, которые голосовали за него, потому что было им неоднократно говорено, что это не политик. Вот он просто не политик. Он хороший исполнитель, ничего не имею против и так далее, но в политике ему не место. Я понимаю, что, в принципе, у нас так все побудовано, что какая-то партия, если она возникает, это кому-то нужно, да? Для кого-то, если зерки зажигаются, это кому-то нужно. Я просто не понимаю. Он уже мав возможность в 2008 году попрацювать и пойти геть. Неужели он не понимал, что приблизительно такая же ситуация в Верховной Раде и будет? Потому что он говорит, что ему тяжело с этими людьми спілкуваться. Заради чего он ишел? Не понимаю, чи он действительно выполнил все, что ему было необходимо? Знаете, тщеславие – это, пожалуй, самый распространенный грех среди артистов и других публичных людей. Поэтому не исключено, что ему захотелось, помимо его славы, еще какой-то власти, еще признания в качестве политического деятеля и так далее. Но это о его личной мотивации я сейчас говорю. А о мотивации тех... Могу бы пораховать приблизительно, что это так не спрацюет, что все набагато сложнее. В начале передачи я говорил о его психотипе. Он, в принципе, личность нестойкая. То есть вот сегодня пошел туда, завтра развернулся, ушел обратно. Для артиста это нормально. Он, в принципе, разъезжает с концертами. Его жизнь, в общем, не постоянно. Для политики это плохо. А что касается мотивации тех, кто приводил Вакарчука в политику, но она была, с моей точки зрения, предельно проста и ясна. Это конвертация его медийной славы в политический рейтинг. То есть, чтобы просто завести туда необходимых людей. Ну, тех же там Юрчишина, Рахманина, прочих. И же с ними. Это идущие таки думки, что взагалі, ну, для чего використовался, например, пан Вакарчук? Для того, чтобы подтянути молодых выборцев. Потому что деякие люди кажут, что переважно на голосование, голосовать приходят люди летнего века, а молодь, она вирішает частейше посидеть, каву попить и не ходить на эти выборы. Может таке быть, чтобы молодь хотела залучить до выборов и використовывать рок-зерку нашу? Во-первых, те, кто считает, что Вакарчук сегодня является музыкальным кумиром молодежи, они, ну, мягко говоря, так отстали от времени лет на 15, может быть. От 15 лет назад это так было. Сейчас, да, у него есть своя аудитория, это, скажем так, ценители украинского рока, но это далеко не только и не столько молодежь, и их не так много на самом-то деле. Я склонен к другой версии, к тому, что партию голос готовили как такой вот своеобразный симбиоз националистической идеологии с идеологией либеральной. Это очень странный симбиоз, потому что их тяжело совместить. Ну, скажем, если либералы выступают там за права ЛГБТ, то националисты категорически против этого. В результате получилась очень странная, нежизнеспособная партия. Такие ходят ЛГБТ, но насмуженые такие, да? Суровые. Да, суровые ЛГБТшники. А вот мне, как музыканта, очень интересует еще одно вопрос. Я, извините, что так мы застряли на Святославе. Він в 2008 году был политиком, который отказался продолжать, ну, то есть, то есть, депутатом, и повернулся на сцену. То есть, у него не один раз были величезные концерты, я имею в виду, там, на Олимпийскому. То есть, он, как музыкант, оттворился. А сейчас, после второй попытки, он может вернуться и снова стать успешной медийной рок-зеркой? Я думаю, да. Повторюсь, у него есть своя аудитория. Это ценители его музыки. И для них, по большому счету, все равно там, пошел он в политику, не пошел в политику, вернулся. Они все равно ценят его музыку. Поэтому своих слушателей ядерный электорат, как бы сказали в политике, ну, а у него, скажем, ядро его слушателей, он не потеряет.